Всем привет на канале сегодня мы с вами продолжаем тематику политики беженцев комментариев у нас на канале и основная тема у нас сегодня будет заявление министра внутренних дел германии нэнси фезер о том что нужно привлекать больше мигрантов на государственные службы а именно в полицию в суды в прокуратуру в адвокатуру и так далее но прежде чем мы перейдем к основной теме нашего выпуска я хотел бы показать вам некоторые комментарии и высказать свое мнение по этим комментариям значит смотрите первый комментарий это человек посмотрел видео в котором я говорил про квартирный вопрос что в Саксонии по-моему в Нижних Саксонии или в Верхней Саксонии уже точно не помню до 15 июня этого года свыше тысячи украинцев обязаны были покинуть свои квартиры потому что срок аренды этих квартир для беженцев вышел и они обязаны были искать себе своими силами те квартиры которые им подходят заранее много появилось людей которые утверждали что я вношу заведомо ложную информацию я высказываюсь против Украины да я то да я сё то есть это были те люди которые отказываются принимать факты за действительность и тешат себя различными фантазиями так вот появилась буквально недавно еще одна женщина может быть это мужчина я не знаю и написал мне что мол типа я занимаю украинофобскую позицию но во первых такого понятия нет украинофобская или русофобская есть ксенофобия все а мол типа я занимаю украинофобскую позицию и раз мы не хотим чтобы рядом с нами жили украинцы то в эти квартиры вселятся арабы я таким людям вот именно таким людям хотел бы просто посоветовать посмотреть видео которое они смотрят еще один раз если первый раз они его буквально пробежали глазами и нифига не поняли пусть посмотрят второй раз если они и второй раз ни черта не поняли пусть смотрят до тех пор пока их мозг не включится и не начнет логически мыслить а не хватать поверхностно ту информацию которую они считают для себя более приемлемой это был такой вот комментарий потом далее у меня под одним из видео появилось тоже не знаю кто-то появился зритель появился и сказал что я мол почему на каком основании я называю зеленского президентом войны мол типа он же защищает свою страну он просит вооружение деньги для своей страны а не для чего-то личного и так далее во первых не я называл президента зеленского президентом войны а глава партии афд элис вайдаль сказала что он президент войны пожалуйста не путайте я же вам просто даю ту информацию которую я получаю из этих источников то есть я не придумываю что-то от себя я не несу какую-то ерунду которая может внести разлад в и так не окрепшие умы интернет-сообщества ладненько идем далее еще один комментарий одна женщина вот тут я уже сто процентов уверен что женщина потому что она сказал что видела своими глазами вот посмотрите вот на этот комментарий я в одном из вид выпусков говорил о том что утверждение того что украинский кто-то написал в комментарии что утверждая будто бы украинские беженцы здесь в германии свободно расхаживают с неонацистскими флагами и выкрикивают нацистские лозунги и я сказал что все это вранье это ложь потому что украинские беженцы в германии себя так не ведут потому что даже свои немцы которые неонацисты они не выходят с флагами с нацистскими или с фашистскими флагами на улице и не выкрикивают таких лозунгов потому что за это они могут сразу попасть за решетку а уж тем более украинские беженцы но нашлась женщина которая мне сказала что она мол типа я опять же я вру я распространяю ложную информацию она своими глазами видела лично как эти украинские беженцы в европе а именно в швеции бегают с нацистскими флагами выкрикивают нацистские лозунги а потом еще весь абсурд вот этого комментария вот этой глупости разжигания межнациональной розни сводится к следующему якобы эти украинские беженцы бегают в швеции по различным организациям работам и капают на русскоязычных которые живут по 30 лет в швеции и работают там зарекомендовали себя капают на них для того чтобы тех уволили а этим дали работу вы знаете вот этой женщине и всем тем кто пытается разжигать ненависть межнациональную у меня на канале я говорю сразу ребятки обижайтесь или нет я вас буду отправлять в бан потому что такая дрянь такая дезинформация никому нафиг не нужна у вас есть факты у вас есть достоверные видео доказательства или фото доказательства показываете выкладываете отрепать языком мол типа украинские беженцы бегают в европе там в швеции или в германии с нацистскими флагами конкретно речь шла которые действительно так же как вы и другие верят в эту дрянь которую они читают и потом начинают дальше распространять эти сплетни а есть люди которые задумываются над тем оправдали это и начинают искать источники потом оказывается что как вы говорите ваша скобеева и соловьев врут просто врут это пропаганда российских проплаченных средств массовой информации в заключение вот этого вот под этот комментарий под все эти комментарии я хотел бы сказать следующее вспомните когда в россии в каком в 93 году когда вот дом правительства был путь переворот или в 91 в 91 в 93 году когда Александр Рудской еще попал под суд было очень много телеведущих радиоведущих которые поддерживали правящий режим после этого путь куда эти радиоведущие телеведущие делись они очень долгое время сидели без работы многие из них вынуждены были искать себе работу и жилье в странах запада в той же Америке в том же Израиле потому что их свои нигде не принимали а вот теперь представьте себе следующий факт скажем так это да это будет факт не сегодня завтра в России сменится правящая власть и все вот ваши скобеевы и соловьевы останутся не у дел останутся без работы потому что они поливали грязью абсолютно всех а тут придет человек к власти который скажет все меняем кардинально ситуацию на континенте меняем кардинально ситуацию в стране убираем войска оттуда 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 начинаем зачистку наших ошибок куда денутся ваши скобеевы и соловьевы вы об этом подумали вы же им стопроцентно верите а потом распространяете эту ложь и далее так давайте закончим с этой дрянью и я уже предупредил будут появляться у меня на канале такие комментарии я тут же буду отправлять этих людей в бан потому что это канал скажем так солидный серьезный мы враньем не занимаемся мы вам рассказываем то что действительно происходит в политической жизни не только Европы но и мира в целом ну а теперь конечно же к самой основной теме нашего выпуска чему он был и посвящен министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила с заявлением о том что нужно мигрантов привлекать на государственные службы то есть в полицию в прокуратуры в суды адвокатуру и так далее некоторые партии особенно партия ФД обрадовалась этому мол типа вот теперь вы сами себя закопаете и так далее многие люди прочитавшие на интернет порталах такие новости именно вот так как была подана вот эта вот новость как заявление Нэнси Фезер было подано простым людям они сразу же начали неистовствовать по поводу вот этого выступления как как она имеет право после того когда вот эти вот афганцы сирийцы и тунисцы наводят здесь столько шума избивают людей убивают людей режут людей насилуют как она может вообще языком ворочать в сторону того чтобы этих мигрантов типа ставить на государственные должности и кто-то начал говорить даже в комментариях под этой статьей писалось что мол она вообще соображает что она говорит если этих мигрантов допустим поставить ну направить на службу в полицию это касательно интеллектуального развития этих людей то есть люди абсолютно не владеют ни ситуацией ничем а журналисты многие паскудные журналисты этим пользуются и переворачивая слова видных политиков достигают своей цели внося раздор в народные массы и так что конкретно имела в виду Нэнси Фезер открываем немецкую конституцию основной закон параграф 33 пункт 2 что там стоит каждый немец имеет доступ к государственной должности в зависимости от его пригодности квалификации и профессиональных навыков или качеств там ни слова не стоит о мигрантах то есть то что она сказала мигранты она имела в виду люди имеющие под собой миграционные корни чтобы устроиться здесь в Германии в полицию нужно быть гражданином Германии вы не верите на личном примере через три с половиной года после того когда я приехал сюда в Германию я решил устроиться работать в полицию пришел со своими документами рассказал кто я такой чем занимался как работал где работал в каких структурах какие у меня спортивные титулы и так далее мне сказали у тебя гражданство в Германии есть нет пока нет ну к сожалению мы не можем тебя принять потому что мы принимаем только ты не подумай мы не собираем мы не унижаем тебя по национальным признакам мы принимаем только граждан Германии если же ты нам дашь слово что ты к примеру после обучения в полицейской академии через год уедешь обратно в Молдавию и будешь там продвигать вот эту вот работу в полиции тогда мы тебя примем в эту академию я тогда сказал мне смысла нет уезжать в Молдавию я не для того оттуда ехал сюда чтобы опять через несколько лет возвращаться это к слову о том что мигранты не имея немецкого гражданства будут устраиваться им будет предоставлена возможность устраиваться в полицию в армию или еще куда-нибудь этого нет и не было и не будет а то что сказала Нэнси Фезер сводилось к тому что люди имеющие миграционные корни но уже имеющие официально немецкое гражданство могут устраиваться на государственные службы в госорганы я очень много видел допустим молодых ребят турецкой национальности с немецким паспортом они работают в полиции вполне нормальные адекватные ребята вполне здравомыслящие и парни и девушки точно так же я видел в судах иранцев допустим те же самые выходцы из Ирана те же самые выходцы из Ирака они работают на государственных службах но у этих людей у всех есть немецкий паспорт то есть не имея немецкого паспорта бегая с бумажкой беженца или терпимого на государственную службу в Германии устроиться увы никак нельзя это все что я хотел сегодня вам в этом видео выпуске рассказать и да конечно же не забывайте о подписке о колокольчике о распространении нашего видео дальше среди своих знакомых пусть они знают ту правду которая действительно на самом деле происходит а не ложную информацию заведомо распространяемую очень многими средствами массовой информации чтобы внести раздор в людские массы так же как вот эти вот граждане ага значит украинофобией занимает да не занимаемся мы ничем мы рассказываем то что происходит на самом деле прежде чем вам рассказывать это мы смотрим фильтруем информацию мы не пустоголовые которые увидели где-то какую-то статейку типа о левитации тибетских монахов и тут же кинулись в ажиотаже такому вот вот смотрите если китайские тибетские монахи умеют левитировать значит мы тоже научимся эти времена пошли прошли начало 90-х годов когда все кидались в омут с головой в эту ерунду прошли поэтому прежде чем доводить до вас какую-то информацию я в первую очередь проверяю все эти источники а потом уже говорю вам так как оно есть на самом деле и опять же повторюсь для всех тех зрителей нашего канала если вы смотрите видео поверхностно и пытаетесь писать комментарии подумайте будет ли комментарий соответствовать той теме которая затрагивалась в этом видео если вы не соображаете смотрите еще раз смотрите третий раз четвертый пятый раз пока ваш мозг не включит логическое мышление и вы тогда сможете понять конкретно что говорилось в том или ином видео выпуске а на сегодня больше новостей нет всем удачи пока